Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы поговорим о довольно распространенной ошибке которую многие мужчины допускают в отношениях разговариваю с разными камрадами в личке даже в живую так в реале практически как под копирку одна и та же ошибка ну наверное 80 процентов мужчин эту ошибку допускает ну если в общем то это банальное неумение разговаривать женщиной банальное неумение задавать вопросы вообще какое-то патологическое желание усложнить ситуацию вы можете задать вопрос вашей женщине там девушки женщине жене получить на него ответ но нет какой-то штырлиц прям включается не надо задавать вопрос надо делать что вообще как бы меня ничего не интересует это как в анекдоте штырлиц там бежал со скоростью 100 километров рядом с мерседесом мюллера и делает что не торопится короче все меня ничего не интересует но что она подумала что она скажем так замышляет задайте вопрос друзья реально неумение просто задать вопрос ну я бы даже сказал не то чтобы неумение боязнь просто подается это как неумение какая-то более сложная линия поведения угадать а уж не обманывает ли она меня и в итоге что получается разваливаются отношения разваливается семья ух блин меня обманули до меня обманули казалось вот такой казалось правильно и там демо версию крутила и бах на тебе оказалось но вот это вот была правильной казалось правильной как правило вот эта информация она берется из ваших догадок то есть вы пытаетесь как-то интерпретировать поведение строите там какую-то цепочку выводов логических что если она так сделала это значит это а это в свою очередь значит это но как правило в этой цепочке нету просто вопроса вы не задавали вопрос и вполне возможно если вы задали вопрос в свое время то ничего бы вам не казалось вам бы четко дали на него ответ короче говоря друзья я советую просто составить список вопросов которые вас волнуют в отношениях и напрямую задать их вашей девушке женщине или жене просто конкретные вопросы и вполне возможно что не будет никакого шифрования не будет никакого там штырлица опять же вы перед собой не увидите вы получите ответ который может быть для вас расставить точки над и ну самые такие простые вопросы я бы чтобы посоветовал задать но это индивидуально это все-таки смотрите по себе ну например если вдруг ваш доход резко снизится то есть опять же многие потеряли зарплату потеряли работу о блин жена ушла было рядом все был нужен а теперь стал не нужен а вы и спрашивали а вы спрашивали в ваших отношениях что будет если я потеряю работу ну такое же возможно в жизни в принципе но я не знал человека который бы скажем так не оказывался на мели то есть если вы планируете какие-то длительные отношения такую вещь нужно уточнить и вполне возможно что скажет ну там подожду какое-то время да и все и next потому что мужчина должен потому что мужчина который не может заработать это был ну и так далее я думаю что здесь объяснять не нужно зачем пытаться угадать зачем пытаться верить в какое-то там прекрасное далеко спросить напрямую ну люди на то они общаются чтобы какую-то информацию узнавать дальше меньшая вероятность но все-таки очень неприятное скажем так событие вероятностное в жизни что если станете инвалидом например то же самое у человека ухудшается здоровье разваливается семья а вы спрашивали понятно что может наврать но здесь вы хотя бы уже использовали все инструменты вы не используете в большинстве случаев самый простой вопрос прямой вопрос что если там снизится зарплата что если стану инвалидом ну чтобы еще посоветовал что если откажусь выполнять твои хочушки понимаете очень часто мужчина оказывается в отношениях опять же неважно в каком статусе с девушкой но как правило это отношения идущие там к загсу он оказывается в отношениях на роли то есть не нужен там иван пётр михаил нужен муж допустим муж отец детей ресурс кто угодно может быть это унизительная какая-то должность то есть ресурс может быть это в принципе это нормальная должность муж но пофигу кто личность не нужна так вот если вдруг вы откажетесь выполнять хачушку неважно какую унизительную или нет то есть вашей женщине нужен ребенок вот стукнула ей программа в голове там сработало гормоны хочу родить все она просто ищет на роль отца ребенка может быть чтобы с ней был может не был неважно она ищет на роль отца ребенка мужчину хорошо она начинает заверять вас там внеземной любви и тогда спросить если вы видите что ситуация такая спросить что хорошо если мне например ребенок не нужен я или несуществующий ребенок и вы можете услышать что next все ей нужен ребенок вы не нужны стоит ли от таких отношений ждать чего-то хорошего если в принципе вы просто туда заходите на функцию на исполнение какой-то функции и потом вы отработанный материал можно вас там еще по вырабатывать скажем так через обеспечение или же через элементы то есть обеспечение когда вы рядом или же когда вы через приставов общаетесь ну хорошо нельзя не надо то есть вы в принципе заходите на отработку там одной двух трех функций не более стоит ли такие отношения продолжать дальше что будет если вы перестанете прогибаться там не знаю подарки дарить кто-то мне в свое время из оленей написал в комментариях что спросил у жены что было бы если бы я там не оплатил на первом свидании она сказала что все не продолжал не стал бы отношения продолжать и вот этот олень как бы он себе это в достоинство что ли вписал что вот вы там все лохи неудачники вот я у жены спросил она достойная как это женщина сразу сказала вы понимаете если вы олень то наверное спрашивать не стоит как это глаза зашорены вот тебе показали направление беги если же вы все-таки стремитесь как-то оценивать ваше отношение что у вас кто с вами рядом то задайте вот эти вопросы я бы много других посоветовал но еще раз говорю это все индивидуально то есть посмотрите что для вас важно и спросите почему не спрашивают почему очень часто не спрашивают вообще почему начинают играть в этого штырлица потому что боятся по большому счету спрашивать предполагая ответ то есть ну наверное все таки удобнее сказать что я был вместе там женщиной доверял меня предали все как говорится клялась в любви я там выводы сделал что она порядочная она оказалась такая-сякая наверное же так лучше ну таким вот романтиком потерпевшим быть чем сказать я олень я прекрасно понимал что будет в случае но я тем не менее терпел потому что я олень я прекрасно понимал что если зарплата у меня снизится то я буду слит или она там пропадет зарплата я буду слит но я только тем и занимался что вбивал себе в голову что нет нет то есть я пытался какие-то вот эти цепочки причинно-следственные выстраивать которые вообще к логике никакого отношения не имеют но каждый раз у меня там как мантра в конце было нет нет не сольет порядочная и вот оказался я обманут все-таки наверное это действительно лучше чем просто сказать я понимал нутром прекрасно понимал скажем так мое подсознание понимала сознание уже пропускала вот это подсознательное понимание а я максимально глушил со стороны сознания глушил пытался себя обманывать ну трудно признаться что я лень в основном вот из-за этого люди собственно и не задают эти вопросы не пытаются как-то банально разрулить отношения дальше еще почему опять же отмазка отмазка чтобы покрыть вот то нежелание задавать вопрос в чем отмазка не скажет ну если хочет обмануть кто же скажет то как это наоборот наврет так друзья вы попробуйте дело в том что то что не используется она как правило атрофируется если вы годами там или же ну месяцами даже а у женщины это фактически вся жизнь не вы же первой можете оказаться так вот если вы длительное время играете в штирлица то у нее может атрофироваться скажем так механизм вот этого прямого ответа на прямой вопрос и когда вы спросите в лоб вам могут в лоб ответить потому что не к таким отношениям не к такому формату отношений привыкла женщина не к таким скажем так к работе не с такими мыслеформами вот вилять да какие то вы ждете каких-то тайных знаков вы ждете какой-то двусмысленности там между строк вот там вам и будут врать а как говорится читать вы не хотите просто черным по белому соответственно здесь атрофируется и здесь вы можете получить информации больше чем там понимаете вы сами выбираете по сути ну скажем так ринг где вы соперничаете пытаетесь угадать а вас допустим даже и пытаются обмануть но там где вообще ничего не происходит там все атрофируется и вы можете от прямого вопроса получить больше информации чем там от тысяч каких-то дипломатических манипуляций короче говоря просто перестаньте себе врать просто будьте готовы к тому что услышите не то что вам понравится и после этого нужно будет какие-то может быть орг выводы делать короче говоря друзья попробуйте